Я попытался открыть проект, созданный в Camtasia Studio 7, он успешно открылся. Еще, правда, не посмотрел, с каким качеством обработки он открылся, но, как видите, полоса видео, вступительный звук аудио есть, есть картинка перед началом видео, есть переход. Проблемы, которые возникли, или даже это не проблемы, просто выскочили несколько окошек, которые говорили, что этот проект создан в более старой версии, преобразовать его или нет, да. Потом мне нужно было найти, так же, как и в Camtasia Studio 7, некоторые картинки, звуковые файлы, для того, чтобы данные дорожки отобразились. Давайте немножко увеличим, посмотрим ближе. Вот здесь были какие-то разделения. Но многих эффектов, скажем так, я не вижу. Может, случайно попалось видео, которое мало редактировалось. Но у меня много на видео редактирования. Давайте попробуем воспроизвести. В данном видеоуроке мы рассмотрим установку программы WebMoney Киперклассик на свой компьютер. А в следующем уроке рассмотрим... Давайте для примера я еще открою другой какой-нибудь проект. Может, в нем будут на шкале редактирования больше примеров обработанного видео. Например, регистрация ящика. Вот, появляется такое окошко. Да, я согласен. Регистрация электронная. Найти картинку надо. Так, картинку нашли. Дальше звуковой файл нужно найти. Нашли. Нашли. Теперь надо согласиться. Да. Идет открытие. Нужно немножко подождать, пока преобразуется проект. Так, вот здесь уже немножко интереснее. Видите, здесь появилось редактирование, зум видео. То есть, здесь происходит регистрация. Как на любом сайте, заполняем регистрационный зум. Работает, все хорошо. Вам нужно будет ввести свой логин, с которого будет начинаться адрес вашей. Здесь появляется эффект скрытия некоторой информации на видео. Желательно, видео достаточно порезано, вы видите. Которые впоследствии могут отправить вам... Так, нажмем паузу, чтобы мы могли просмотреть еще дальше, что там есть. Здесь есть, по-моему, это была стрелочка. Будут строчки с письмами, чтобы написать письма. Работает. И здесь, наверное, еще одна. А, нет, здесь выделение. Также работает. Все нормально. Переход работает, звук работает. То есть, в принципе, проекты, которые созданы более младшей версией, то есть, седьмой, можно открывать в этой и работать с ними. Что ж, на этом, наверное, будем заканчивать этот небольшой курс. Как я обычно говорю, главное, чтобы было полезно. Поэтому я надеюсь, вам было полезно и интересно. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok